Значит, говоришь, любитель шахмат? А что плохого в шахматах? Ничего. Кроме того, что шахматы — это ловушка для ума и сердца. А геополитика? Нет никакой геополитики. Те, кто управляет ветрами, заставляют верить в этот миф. В контроль над плоским пространством. Псевдоборьба за псевдополезные, псевдоископаемые. Север, юг, запад, восток. Двойка, четверка наземная. А мир-то у нас трехмерный. Поэтому выкинь шахматы из головы. Прежде нужно знать настоящие игры, в которые играет противник. Что это? Это силы. Игра, в которой отражено все, что происходит в мире на самом деле. Правда, вместо доски противник играет в умах и сердцах по всей планете. Но суть та же. Расстановка шести сил. Красный лев, желтый дракон, зеленый конь, голубая волчица, синий орел и наш фиолетовый медведь. Каждая сила по очереди завершает три хода. Задающий, определяющий и завершающий. Побеждает то одна сила, то другая. Победитель на время получает благоденствие. Проигравший также на время погружается в разрушение. И так партия за партией. Одни силы объединяются против других. Каждый раз в новом составе. Время от барабана войны. Визжат революции. И все на этой доске. Управляет игрой незримый дирижер. Кажется, я понимаю. Это называется информационная война? Не совсем так. Любая война всегда и только информационная. Но война на умах и сердцах невидима. Поэтому стреляют пушки, свистят пули. Чтобы люди точно знали, что идет война. На самом деле оружие в войне вовсе не нужно. Сражения идут при помощи смыслов. Народы умело стравливаются. И игра идет. Тебе нужно научиться различать в окружающем шуме, что происходит на самом деле. Предугадывать ходы противника. И выстраивать свою игру правильно. Я буду играть за медведем? Ну, надеюсь. Если не соблазнят иные. За последней партией медведь растерял все, что можно. За стол садить некого. Не то что сражаться. Кругом одни менеджеры до аналитики. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова